Дима Бекпурзовна, здравствуйте. Скажите, насколько сегодня наша республика готова к проведению единого государственного экзамена и сколько в этом году выпускников Карачаевой Черкесии будет сдавать ЕГЭ? В Карачаевой Черкесии, как и по всей стране, стартовала итоговая аттестация с 24 мая. И 1781 выпускник готовы сдавать ЕГЭ на территории нашей республики. Из них 1640 – это выпускники текущего года. И 141 – это выпускники прошлых лет и обучающиеся по программам среднего профессионального образования. И в рамках дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на территории нашей республики проводилась большая комплексная работа для подготовки и проведения итоговой аттестации. Самое главное – это все пункты проведения экзаменов были обеспечены техническим оборудованием, которое необходимо при сдаче единого государственного экзамена. Все лица, задействованные при проведении ЕГЭ, также были обучены на федеральном портале и на региональном уровне. — Скажите, Патима Абекурзовна, а современный формат ЕГЭ, он чем-то отличается? Что нового, а что осталось неизменным? — Отличается. В связи с развитием информационных технологий, конечно, в ЕГЭ тоже произошли изменения. Эти изменения в основном касаются технологической составляющей. Третий год Карачаева-Черкесия принимает участие в сканировании и в печатании материалов в самом пункте проведения экзамена и в самой аудитории. То есть во время проведения единого государственного экзамена материалы печатаются в аудитории, в которой выпускник сдает этот экзамен, на его глазах. И после окончания экзамена в этой же аудитории сканируются все работы и направляются оперативно в федеральный портал для обработки. Использование этих технологических новшеств дает ускорение обработки работ учащихся. — Мы знаем, что в обязательный экзамен входит два предмета базовых — русский язык и математика. Но есть еще и два дополнительных. Что чаще всего, какие предметы выбирают выпускники Карачаева-Черкесии? — Если говорить о одиннадцатиклассниках, они могут не только два выбрать, они могут выбрать столько предметов, сколько они хотят. Это девятиклассники выбирают два предмета для получения документа об окончании девятого класса основного. Вообще, конечно, самым многочисленным является, как вы сказали, это русский язык и математика, базовая часть. А после него 48% наших выпускников выбирает общество знания. И после общества знания у нас идет биология. Биологию выбирают 35%. Дальше у нас идет химия. Химию выбирают 31% наших выпускников. Хочу также отметить, что историю тоже выбирают неплохо, это 26%. Если говорить об иностранных языках, популярным остается английский язык. И в этом году 11% выбирают сдачу экзамена по английскому языку. Также хочу обратить внимание, нас радует, что увеличивается количество выбирающих информатику. С каждым годом увеличивается этот процент. И в этом году тоже выбрали 11% сдачу экзамена по информатике. Допустим, итоговые экзамены проходят в другом населенном пункте. Должно ли руководство школы обеспечить туда доставку своих учеников? Да, конечно, должны. И вообще этот механизм отработан во всех субъектах. И у нас в Карачаево-Черкесской республике обеспечивается, во-первых, безопасность и сопровождение. В основном выпускников сопровождают классные руководители. И обеспечивается безопасный их подвоз к пункту проведения экзамена и обратно. Мы знаем, что ЕГЭ – это, конечно, колоссальный стресс и для учеников, и для учителей, и для родителей. Скажите, а могут ли родители присутствовать на экзамене, чтобы ребенок не так переживал? Нет. Родитель находиться именно в том пункте, где его ребенок сдает экзамен, не может. Это нарушение порядка, это конфликт интересов. Но родитель имеет право в качестве общественного наблюдателя находиться в другом пункте для того, чтобы наблюдать, есть ли нарушение прав ребенка, чтобы наблюдать, если кто-либо из участников единого государственного экзамена нарушает порядок или не нарушает, имеет право. Только не в том пункте, где сдает его ребенок. А если баллы низкие, имеет ли выпускник возможность пересдать экзамен? Да, выпускник имеет право пересдать экзамен, если его не устраивают, не устраивают те баллы, которые он получил для поступления в высшее учебное заведение. Это он может сделать в следующем году и много раз он может подать заявление и принимать участие, пока он не получит те баллы, которые его удовлетворяют. Для этого ему необходимо до 1 февраля подать заявление с указанием предмета, который он хочет сдать в форме ЕГЭ. Все выпускники с нетерпением ждут результатов ЕГЭ. Скажите, а можно ли как-то сократить сроки, чтобы узнать результаты? Нет, к сожалению, сократить нельзя, потому что все работы обрабатываются Рособорнадзором. И Рособорнадзором устанавливаются единые сроки объявления результатов по предметам на всей территории Российской Федерации. В основном это от 6 до 14 дней. Это зависит от предмета и от количества участников по этому предмету. Обычно по русскому языку срок до 14 дней. Ватима Бекмурзовна, ЕГЭ проводится уже достаточно много лет и, наверное, накопились какие-то стандартные ошибки. Скажите, что чаще всего подводит выпускников? Ежегодно после окончания эксамена проводится анализ. Обычно по каждому предмету проводится анализ и публикуется большой развернутый отчет Федерального института педагогических измерений. На сайте ФИПИ в этом отчете по каждому предмету можно увидеть, на что необходимо будущим выпускникам обратить внимание по каждому предмету. И этот отчет можно увидеть в разделе на сайте ФИПИ, методическая копилка называется. И они всегда развернуто пишут методические рекомендации для учителей, которые готовят наших выпускников, и конкретно для выпускников, будущих выпускников. И по каждому предмету акцент делается на эти ошибки. Поэтому, если будущие выпускники хотят не допускать эти типичные ошибки, им необходимо обратиться именно к этим заданиям и обратить внимание на эти ошибки, чтобы исключить в будущем. Скажите, а какие перспективы открываются для тех, кто успешно сдал ЕГЭ? В 2023 году каждый выпускник имеет право подать свои документы в пять вузов. И в каждом вузе по пяти специальностям, по пяти направлениям. Когда подает, он обязательно должен учесть, учитывая приоритетность, по какой специальности он хочет поступить. Это очень важно. И поэтому документы на бюджет принимаются до 25 июля. А на платной основе до 20 августа. Конкурсные списки появляются уже 27 июля. И выбрать один вуз и передать уже оригиналы своих документов окончательно, когда выпускник уже решил, он должен до 3 августа. Потому что окончательный приказ о зачислении бюджетников выходит обычно 9 августа. Поэтому на эти сроки необходимо обратить внимание каждому выпускнику. И они должны следить за объявлениями того вуза, который он приоритетно выбрал для себя. Это очень важно. Впереди у нас предстоят еще ЭГЭ, один этап пройден, но впереди еще несколько экзаменов, чтобы вы пожелали нашим выпускникам. Желаем нашим выпускникам, чтобы каждый из них поступил в тот вуз и выбрал любимую специальность. И с удовольствием после окончания работал. А это очень важно. Продолжение следует...